В России полным ходом идет перепись населения. В этом году она впервые стала цифровой. Новосибирцам рассказали, каким образом они могут ответить на вопросы. Люди могут прийти на переписной участок или МФЦ, заполнить анкету на сайте государственных услуг или просто дождаться переписчика. Но зачем вообще нужна перепись населения? Об этом далее в прецеденте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для тех, кто не дружит с гаджетами, существует еще несколько вариантов. Например, заглянуть в МФЦ или явиться на переписной участок в своем районе. Переписчики уверяют, процедура займет не более 10 минут. За это время респонденту предложат ответить на 33 вопроса, большая часть которых относится к нему самому или его домовладению. Остальные касаются жилищных условий. Данные, которые гражданин предоставляет, мы не имеем права разглашать, давать эту информацию в налоговые службы, службы органов и других. Вопросы задаются, например, возраст. Это для того, чтобы, естественно, наши статисты определили, какое у нас количество людей пенсионного возраста на работающее население, определили демографический прирост или регресс. Органы власти используют результаты переписи для принятия стратегических решений, составления социально-экономических программ развития регионов и планирования объектов инфраструктуры. Например, строительство школ и детских садов, дорог, газопроводов, линий электропередач и так далее. Государство хочет понимать, где у нас есть упущение при здравоохранении, где-то там какие-то жилищные условия. То есть нам нужно понимать наше население, в каких условиях оно живет. Организаторы переписи отмечают, что большую активность по традиции проявляет старшее поколение. Приходил к вам переписчик? Приходили даже два раза. Не важно вам двери открывать? Мы не открывали. А вы в классе участвовали тогда? Мы ходили в пединститут. А, вы ходили на переписную участие. А к вам переписчик не приходил еще домой? Нет. Мы хотим через госуслуги сделать. Через госуслуги хотим? Да, потому что сейчас очень много мошенников. Тем, кто все же решит дожидаться переписчика дома, стоит помнить, как отличить волонтера от мошенников. Настоящий переписчик экипирован в синий жилет и шарф. С собой у него портфель с надписью «Росстат» и специальный планшет, который значительно ускоряет процесс опроса. Кроме того, он обязан предъявить свой паспорт и удостоверение. Стоит помнить, что переписчики не имеют права требовать документы у опрашиваемых, уточнять их уровень заработной платы или наличие сбережений. Также никто не собирает данные по телефону. Предварительные итоги кампании станут известны в апреле следующего года. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова